Музыка Меня иногда закидывают темами, от чего я не люблю И из-за этого неохотно иду на контакт Я скажу почему Я с уважением отношусь к профессии официанта Но я не официант, чтобы выполнить, сделай то-то, преподнеси это Я серьезно, я с уважением отношусь к ним Да и вы тоже, учитывая, что вы им хоть чаевые оставляете А профессию блогера не уважаете Я уж про донаты молчу, о которых додумываются только 0,001% Пошлить за работу блогера из 80,5 тысяч подписчиков Я уж откровенно буду говорить с вами Зато закидывать меня просьбами заняться той или иной темой Гораздо почти 30%, как я посчитал Чтобы вы понимали, блогеры и их контенты существуют только за счет зрителей Это не телевидение, где платят зарплату Это я имею в виду не только себя, но и вообще других блогеров Также игнорируются мои просьбы ставить лайки, так как они помогают продвигать контент Вас смотрят порой там 30 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч А лайков стоит там тысяча или полтора тысяча Неужели сложно поставить лайк? Казалось бы, за лайки с вас деньги не снимут Но, увы, с вас денег не снимут И если вы подпишетесь на канал Антитопор Подписаться-то тоже ничего не стоит Но цифры говорят об обратном 40% зрителей, смотрящих Антитопор регулярно не подписаны на канал 40% представляете? И тем не менее, три темы, о которых вы меня просили, мы рассмотрим А учитывая, что среди моих зрителей есть и азербайджанцы То и они вопросы задают Причем не стесняясь этих самых вопросов Причем я уже много раз отвечал, что никакой Кремль Никакой азербайджанец Керим Ли не строил по той простой причине Что не было вообще в помине такого архитектора Они же нет, все равно продолжают закидывать меня пропагандистскими азербайджанскими опусами Про некую Керим Ли Значит, еще раз, чтобы вы понимали Можете даже этот маленький кусочек там вырезать, кинуть в ТикТок Там еще куда-то, я не знаю Но чтобы уже было окончательно На территории России 48 Кремлей Не один только Московский Кремль Если по вашим словам Московский Кремль был построен азербайджанским зодчим Керим Ли И назван его честь То как быть с остальными 47 Кремлями Или их все Керим Ли построил Фейковая нация сочиняет себе фейковую историю и фейковых героев Ничего тут не поделать, конечно А когда у фейковой нации в соседях талантливый и древний народ армяне Так и вовсе фейкам хочется перешеголять онлых Интересно, получается Кремлестроевцы и азербайджанцы А штрихи кремлевских пенатов армянские Ну как тут не позавидовать тому Что один из куполов Василия Блаженного Храма Василия Блаженного У Московского Кремля посвящен Григорию Армянскому А не Аллах Щекюрю Паша Заде, например А Астрахань Астраханский Кремль Вот где фильм Иван Васильевич меняет профессию снимали В Астраханском Кремле Обратите внимание на карту Шестнадцатая башня называется Армянской башней Такой был Кремль Астрахани семнадцатого века Или тоже Керемлип поработал, как считаете А где же Азербайджанская башня Чего ж он не увековечил свой народ А где азербайджанцы? Вон они Аж целых двадцать одна азербайджанских башен Видите? Справа вверху юрты над буквой Т Татарский город называется Видимо это и есть Азербайджанские зодчие С Керемли, с бригадиром Днем строившие Кремль В том числе армянскую башню А ночью В юрты свои уходили отдыхать Азербайджанцам на заметку Если вы думаете, что только российскими Кремлями ограничены армяне То заблуждаетесь И в городе Малакка, Малайзии Есть свой аналог Кремля Где тоже оставлены армянские штрихи Но я не буду забегать вперед И расскажу о них в ближайшие месяцы Прямо из Малакки Далее Попросили обсудить тему Что, дескать, азербайджанцам и туркам В России можно все Из-за чего растет криминал Организованный их преступными сообществами А другим нацменам России Прилетает сбучка За любую даже малую провинность Тут я хотел бы сказать Что это до поры до времени Такую слабину им дали Потому что территории их Я имею ввиду не только Азербайджан и Турции Сейчас являются для России хабами Так как прямых рейсов у России Со странами Европы нет Разве что братья сербы Летают из одной страны в другую На одной самой говенной авиакомпании Air Serbia Как говорится, хотите потерять деньги Никуда не улететь Покупай билет на Air Serbia А если и улетите Приземлитесь на вторые сутки Если, конечно, приземлитесь Сербы здорово на своей галимой авиакомпании зарабатывают Так что еще одного такого брата для русского И врагов не надо Хотя есть второй брат Турецкие авиалинии Которые для России тоже взвинтили цены И здорово зарабатывают Зато сами россияне плюнь глаза Скажут Божья роса Они до сих пор не понимают Что азературецкий тандем Баку и Анкары Гогочит над Россией Которая сейчас ничем кроме обеспокоенности Не может ответить им И так было исторически Когда Турция надменно относилась к России С презрением Потому и было у России и с Турцией больше всего войн Если я не ошибаюсь По-моему 14 И остались по сей день Вот эти вот презрительные Нарицательные От турок Известно ли вам Что во время набегов На русские, украинские, польские И другие земли Славян Турки забирали с собой Юноши и девушек Которых называли Ясыр Их заставляли делать Там Всякую Грязную работу И выполнять Свои телесные прихоти Об этом еще и Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал О кули Шиитах И Ясыр Славянах Думаю и Теперь тоже Тот же самый Эрдоган Смотрит на россиян Как на Ясыр А Алиев Что там Алиев Этот курдючный Минихан Азербайджанского Вилаэта Просто ведет себя Безнаказанно Имея за спиной Джумхур Башкана В Анкаре Как только Аллах приберет его Так и Минихан Сразу же Угомонится Азербайджанский Минихан А пока Он использует Две половины Своего курдюка Утирая нос Как россиянам Так и украинцам Вообще Я вам скажу Возвращаясь К криминалу В России Я как-то Для немецкой Общины Делал Исторический Доклад Об исходе Немцев Из Еленендорфа Что Нынче В Азербайджане Называется Гейгелин И мне попалась Такая статистика Которую Мне кто-то прислал Уже и не помню Это конец 19 века Народная нравственность Российской империи Азербайджанцы Тогда еще не родились Так вот Среди Прочих Армяне В Российской империи Меньше других Народностей Совершали преступления Лидировали Поляки И грузины И последняя тема Которую просили Меня прокомментировать Это то Что в Азербайджане Пик горной вершины Шахдак Собираются назвать Пиком Ильхама Алиева Мол Памятный знак Уже установлен Ну а почему В принципе и нет Кстати говоря Есть же В Северной Корее Пик Чучхе Почему бы не быть Пику Ильхама Алиева Правда Не совсем понятно Почему не Гейдару Алиеву Ведь традиционно Это он памятник А не сын его Сын только Ильхам Памятникович Хотя может фантазии Закончились Такое тоже может быть Ведь одному только Гейдару Алиеву В одном только Баку Множество памятников Аэропорт его имени Проспект его имени Центр его имени Нефтекачка Его имени Училище его имени Даже дворец Который Армянским архитектором Баляном Там построен Имени Ленина Балян По-моему Как там его фамилия Уже Или Шахян В общем как-то так Я потом Приложу сюда Ссылочку Так вот И этот тоже Имени Гейдара Алиева Ну Знаете Это куда лучше Чем Называли бы Разных существ Именем Человеческим Ладно там Лошадь Пржевальского Или Крыса Шелковникова Недавно Вон Окаменелую Морскую Тварь Ископаемую Давно Неживущую Так называемую Лилию Немецкие Ученые Назвали в честь Президента Украины Владимира Зеленского Озихиклинитес Зеленский Так что Алиева пока Везет Со своим Коленопреклоненным Народом Кремлестроевцем Ну а вам В преддверии Нового года Давайте Сделаем так Вопросы Пишите Вот под этим Самым Выпуском И я на них В самом ближайшем Выпуске Отвечу Обязательно Вот здесь В комментариях Пишите Свои вопросы Всего доброго До следующей Встречи